Привет! Вы смотрите канал People Live. Благодарю вас за то, что вы с нами. Меня зовут Алексей Курбан. Со мной на связи ведущая канала Гадания ТВ Наталья Борисенко. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть на нашем канале. Канал People Live — это канал о прогнозах на картах Таро, предсказаниях, гаданиях. И этот чудесный инструмент уже очень долго помогает нам найти ориентир в том, что произошло на самом деле, когда произошло событие, и что можно ждать дальше. Какие ветки сценарии из этого происходят. Поскольку вы из Одессы, в первую очередь хочу сказать вам, держитесь, передаю вам самый большой теплый привет. Одесса в последнее время становится центром больших новостей и неприятных. Конечно же, последний обстрел Одессы 24 сентября, где пострадал мор-вокзал, историческая часть города. И повреждено 9 объектов ЮНЕСКО. 26 сентября — это обстрел Измаила и города Рени. Расскажите, почему оккупанты так взялись за юг, и как вы видите, является ли обстрел Юга Украины и Одесской областью ответа за то, что сейчас наши военные подходят все ближе и ближе к Крыму? Ну, со своей точки зрения, так как я живу в Одессе, я могу сказать, когда это началось. После того, как убрали Екатерину и этот памятник, после этого начались обстрелы, и они сейчас просто, если не регулярно, то очень часто. Памятник Екатерине, чтобы его убрать, поддержало большинство в городе Одесса? Было голосование какое-то? Как происходил этот момент? Да, было голосование, но, по-моему, около 80% проголосовали за то, чтобы убрать памятник Екатерине. Понятно, что будут недовольны любым процессом, любым решением и любым действием, но вы связываете обстрел Одессы как раз с тем, что убрали памятник с такой сакральной точки зрения? Ну, это, как минимум, до этого было очень мало обстрелов. После этого просто началось массированное нападение, вот эти атаки бесконечно. Ну, я не думаю, я склонна думать, что он вообще собирался уничтожить Одессу. Это просто дело времени, он никого, он кого-то жалеет или он собирается как-то, ну, говорить, что там этот город я люблю, а тот не люблю. Нет, он просто уничтожает инфраструктуру, порт, зерно. Прежде всего мы знаем о том, что, конечно же, зерно тут играет ключевую роль. Какие настроения в городе на фоне этих всех событий, печальных, тревожных, как Одесситы? Ничего не вижу необычного. Люди как жили, так и живут. Вот я была как раз в этот день перед большим обстрелом в Ашане, и началась воздушная тревога, и что-то даже бахнуло, да, в этот момент. Наверное, наши сбили что-то. Люди спокойно выходили из супермаркета, не было никакой давки, спокойно выходили. Кто на машине, а там все практически на машине, просто садились за руль и просто уезжали. Некоторые более такие впечатлительные, конечно, приносят очень болезненно. Держитесь, берегите себя. Поскольку заговорили на эту тему, давайте сделаем небольшой расклад. Интересует город Одесса и город Николаев. Первые 10 дней октября. Эти два города, потому что это два города на юге Украины, и враг как будто пытается доставать там, когда злится, ничего не может сделать. Поэтому давайте посмотрим сначала Одессу на первые 10 дней октября. Что ждет, в каком это будет состоянии, чего ожидать от действий нашего противника. И потом посмотрим Николаеву. Да, обстрелы продолжатся. Я думаю, вам карту видно. Сидит девушка с ребенком, сзади нее полыхает, горит, все взрывается. Это можно будет как-то предсказать, я не знаю, последний раз это был центр Одессы, исторических много зданий. Если будет продолжаться обстрел Одессы, то это будет портовая часть, центральная часть. Вы так видите? Мы видим девушку, она сидит, это жилой дом, это там, где живут люди, это не инфраструктура. Так как у них ракеты, я так понимаю, неточные, то оно куда попало, туда попало. Кто находится недалеко, и если летит что-то мимо, то вот оно и попадает по домам. А может и специально по домам стреляет. Но однозначно не только инфраструктура. Это будут обстрелы домов. Вот так, ну тогда хорошо. Последний вопрос по Одессе. Если будет какой-то обстрел, это все-таки светлая часть суток или темная? День или ночь? Это ночь. Классический. Да, да. Все, вот я, то, что эта карта, она, можно 10 раз даже не смотреть. Мы видим ночь, мы видим обстрелы, ребенок, жилой дом и ночь. Хорошо. Давайте посмотрим город Николаев. Тот же временной отрезок, начало октября. Мы сейчас как раз на пороге этого второго месяца осени. Город Николаев. Как видите, вы его как-то ролок в это время. Есть ли важная информация? Я по Николаеву не вижу такого, как по Одессе. Но есть там люди, которые, люди предатели. Да, я думаю, что не в каждом городе есть. И в Одессе в том числе. Но там как-то есть диверсии. Вот мы здесь видим, человек за спиной держит нож. Готовятся, идет считывание информации, расследуют какие-то места, по которым хотят ударить. Обман человек прикидывается, возможно, даже работает в каком-то месте, где имеет доступ. Может быть, у него есть бумага, которая позволяет ему попадать в места ограниченного какого-то спектра действия. То есть, скажем так, готовится какое-то нападение. И это человек после структуры, которые допускаются до тайной информации. И думаю, что будет... Давайте посмотрим, потому что я не знаю, что будет. Давайте, давайте, да. Что это за место, что это за территория. Может, какие-то есть метафорические символы. И если нас смотрят с Николая, вас могут узнать в этих символах, очертания своего города. Я здесь вижу человека в окружении зданий. Это что-то, прямо, я думаю, что это не промышленное что-то, здание внутри города. Но мы здесь видим человека, вроде бы, как он даже, может, выступает там. Может, это диверсия на каких-то политиков, которые могут выступать. Ну, мы видим здание с одной стороны и с другой стороны. Это центр города. Центр города. Не грозит ли каким-то чиновникам в Николаеве? Ну, помните, вот, смотрите, есть Ким, о котором все знают. Это очень символично, им надо беречься. Прежде всего, могут мстить таким образом за убийство генералов, которые пострадали. Они, думаю, выбирают какого-то персонажа, который очень символичен. И если его убьют, это будет такое большое расстройство для нас. Думаю, что в Николаеве что-то такое замышляют. Хотят отомстить за удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Да, да. Возможно, там нужно быть аккуратным, кто съезжается. Мы же видели там с вами представительного человека, да. И он здесь не один. Обратите внимание, первый, второй и третий. Этот выбор... Вместе нужно, ну, просто очень быть аккуратным, потому что может быть ответ. И я не вижу по Одессе его, я вижу больше туда ближе Николаевское область. Ну, вот где-то там заседают и может прилететь. Надо понимать, что этот человек хочет туда. Он может знать и собрать его, понимаете. Выбор уже сделан? Выбор этого человека уже сделан? Да, да, выпор человека сделан. Будут наблюдать, когда он придет в место, где больше народа, да, и каких-то людей, которые тоже занимают определенные должности. И может быть подрыв. Нужно быть именно здесь очень аккуратным. Очень важная информация. Не хочу прям с этого вопроса уходить, что называется. Давайте посмотрим еще раз. Это будет Николаев или Николаевская область, если это произойдет. Если это... Давайте посмотрим. Ближе. Мы просто смотрим, где готовят для того, чтобы предупредить. Да, да, все верно. Возможность, то желательно воспользоваться. Я просто даже другие карты взяла. Где могут сделать диверсию или подрыв военных, может быть, не военных. Я вижу, что это не обязательно центр города, но там есть здание. Это не поле. Там собираются, но это какой-то штаб, возможно. Опять же, в Николаеве тоже есть какие-то места, где могут собираться наши чиновники, военные. Все, при фронтовой области, понимаете. Да, понятно. И понятно, что мы сейчас не будем разбирать детально по улицам, наличие штабов. Ну, в общем, информация серьезная, информация важная. В ближайшие 7-10 дней не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. И я так понимаю, вот вы обронили такую фразу, что выйдет к людям. Возможно, какие-то массовые скопления людей, да? Ну, сейчас нельзя, чтобы массовые скапливались. Но это может быть съемка, например, какая-то. Они же выходят где-то снимать что-то, что-то говорить, общаться с кинооператорами, с журналистами. Ну, это просто выставка. А скажите вот такое. Информацию о том, кто и где будет находиться, все-таки передают те спящие коллаборанты, люди-предатели, да, которые находятся и остаются? Да, их очень много. И в Одессе их очень много. И там они, конечно же, есть. Безусловно, они кожи во все сферы деятельности. В том числе какие-то, ну, выше должности. И не обязательно они просто ходят по улицам и только фотографируют. Не просто обычные люди, да. Я понял. А совесть их мучает, как вы видите? Нет. Это истинно пророссийские настроенные люди, которые просто ждут. И это, во-первых, они могут быть завербованы. То есть это не обязательно люди простые. Вот так. Ну, это плохо, что же сказать. Но, с другой стороны, это хорошо. Например, атака на Крым и атака этого главнокомандующего Черноморским флотом была произведена, как говорят уже военные эксперты, посредством как раз вот таких людей в российской армии, которым заплатили, с которыми сошлись в цене. И они сдали важную информацию о том, где находится руководство Черноморского флота. У нас... Да, сразу есть вопрос от зрителей. Пишут следующее. Здравствуйте. Мы украинцы, которые проживают в Крыму. Пожалуйста, сделайте расклад по Севастополю. Насколько безопасно находиться там и можно ли оставаться на этих территориях нам, простым людям, которые ждут прихода вооруженных сил Украины. Небольшой расклад для Севастополя тоже на ближайшее время. Будет ли похожее, подобное, что было с штабом Черноморского флота там? Там будет постоянное беспокойство. Теперь не будет так, как было раньше. Мы здесь видим вооруженных, военных людей, которые ходят просто по улицам, и они не смогут защитить с винтовкой дальше то, что прилетает. Но дело в том, что прилетает настолько точно, что когда прилетело по Черноморскому штабу, в соседних домах даже не вылетели стекла. Получается, что есть призывы уезжать, и наше правительство, отвечающие за это люди, призывают людей уезжать из Крыма. Почему? Потому что придет момент, когда полностью Крым заблокируется. То есть взорвут мост, и не сюда, нельзя будет приехать, потому что закрыто. И выехать из Крыма тоже невозможно. Поставок никаких не будет. Возможно, будет проблема с водой. То есть сказали выезжать, можно покидать. Следующей целью после штаба Черноморского флота может быть Керченский мост? Он уже крымский. Давайте посмотрим просто, что будет в следующей цели. Это не Крымский мост. Будут просто взрывать коммуникации всякого рода накопленное оружие. Будет так громко, что человек закрыл уши от этого взрыва. И таких взрывов будет много. Мы здесь видим разных людей, кто рушится. Карты разрушения. Но мост будет взорван, когда мы дойдем до... Уже до таких побежей, что сможем достать. Сейчас мы не достаем. Вы имеете в виду до Азовского моря? Да. Когда мы дойдем до Азовского моря. Оттуда хоть в десяток, хоть сколько хотите. Сразу же. В ближайший месяц, в октябре, это возможно, выход к Азовскому морю украинских военных? Не думаю. Давайте смотрим. выход к Азовскому морю. И для этого очень много нужно еще сил. А мы здесь видим военные, которые... Вот просто видите на свой страх и риск. Он видит крови. Будет помощь в каком-то оружии. Человек просто буквально получает помощь, взобравшись на какой-то объект. По десятке мы здесь видим за человеком море. Но десятка, она не говорит, что это прямо вот 10 дней или прямо до конца октября. Но не намного дольше. То есть это октябрь, может быть, чуть-чуть ноября. Но точно в ближайшие месяцы. То есть уже какие-то сдвиги, движения в ту сторону происходят маленькими шагами? Да. Это хорошая новость. Так, что собрали, я слышала, на Купинском направлении собрали очень много, прям целую дивизию. Причем приравняли ее к такому количеству, как Советский Союз, Советская Армия зашла в Афганистан. Это вот такое количество собрали на Купинском направлении. Оккупанты, да? Да. Это там просто сотни тысяч. Это очень много. Очень много танков. Там я боюсь ошибиться в количестве. Но еще раз повторяю, это такое огромное количество, как вот зашли в Афганистан наши войска в таком составе. В ближайшее время там будет столкновение двух сторон на Купинском направлении, если их там так много? Они там собрались для нападения или для защиты? Для нападения. Это же Харьковская область, я так понимаю, Купинск. Да. А Харьковская область, они же посчитали, что это уже Россия. Они хотят дойти. Посмотрим, что там будет на Купинском направлении. Будет ли наступление российских войск? Я думаю, что им не дадут просто пойти наши. Будут настолько взрывать все. И у нас очень много тоже мы имеем оружие. Здесь карта закрыта. Вот закрыта. Мы стоим и тут закрыта. Скорее, они будут обороняться, чем искупать. Так, ну. Да, посмотрим. Видите, с разных сторон происходит разное по объему и масштабу событие, которое очень динамично и сложно их смотреть. Сложно их смотреть одномоментно. Хорошо, благодарю. Важную информацию принимаем. Идем дальше. Хочу обсудить с вами видео, которое попало в сеть прям чисто из рук Рамзана Кадырова, который сам его опубликовал. Видео, на котором сын Рамзана Кадырова бьет человека за сожжение Корана. Бьет ногами, бьет руками. Очень неприятное зрелище. После того, как видео было опубликовано, Рамзан Кадыров написал, что это его сын Адам. Он горд, что его сын имеет такой темперамент, что защищает свои интересы вот как раз именно таким способом, и что он поддерживает его в этом. Что это за видео? С какой целью его выставили? И третий вопрос, не отвлекают ли этой темы от чего-то? Ну, во-первых, я хочу сказать, что этот человек украинец. Тем более. это как бы не жалко, да, им не жалко. Посмотрим, для чего он вначале. Да, 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 ну, у каждого же видео есть свой смысл. При том, что возмутились все пропагандисты в России. Возмутились, Собчак звонил Рамзану Кадырову, спрашивала, что это? Выглядит очень как игра в демократию в России. Что тайна стоит? Здесь карта шестерка Живы, карта победителя. Он его хочет выставить как человека на коне, человека победителя, что он достойный сын своего отца. Это все продолжение политики Рамзана Кадырова. Ведь он 15 лет точно так же попал в Москву, в Путину, и точно так же убили отца Кадырова, да, но чувствуя свою уже кончину в скором времени, скорее всего, он не доживет до совершенно летия этого ребенка, и кого-то нужно поставить вместо себя, он его продвигает к человеку, который такой же, как он, то есть победитель. Как вы видите, вот еще такой вопрос, в ответе через карты, как вы видите, не отвлекает ли этим видео от других важных событий, таким резонансным видео? я думаю, что он беспокоится, что с его уходом могут начаться там какие-то восстания, мы здесь видим танк, и еще раз повторяю, ему нужен преемник, таким образом он его знакомит, узнаваемость. познакомить. Это самый дикий способ познакомить. Конечно, все такие, но Розан Кадыров тоже хвастался, что он убивал, он даже убивал, здесь же убийства нет, а он хвастался, что он убивал уже в этом возрасте, Кадырова я не видел. Ужас, и это такой может быть способ на знакомство? в том, что мы с чем воюем? Мы воюем с тем, что мы другие, мы отличаемся от них, а Россия скатывается, Россия и все, они скатываются вот сюда, в такие дебри, это практически бесчеловечность, да, и так все знают, что там бьют в тюрьме, а это как бы такая демонстрация человека, который может заменить преемника, вот, пойдет ли на это Путин, другой вопрос, поставит ли Путин его, но то, что он его показывает всячески, они там все жестокие, и у них так принято. Скатываются в самые темные, холодные, мокрые, липкие уголки варварства, да? и мы отличаемся, поэтому у нас и война. за светлая, война за светлая. Благодарю. Идет тело, смотрите, Европа и Восток. Вот раздел у нас вот по этой линии, где сейчас линия соприкосновения. Благодарю, да, воюем за хорошую войну добра против зла, война восточных варварских ценностей и европейских добрых умственных ценностей душевных. Хорошо, последний вопрос, появилась такая информация, давно не говорили о Беларуси, давно не вспоминали Александра Лукашенко, и тут на тебе. Беларуси имеют 6 месяцев на то, чтобы избавиться от любых дронов. Лукашенко запретила запускать и хранить, вообще хранить даже, дроны без разрешения на то государства. какая настоящая причина, как вы видите, такого запрета в Беларуси? причина в том, что по России не все прилетают дроны из Украины, то есть изготовление и запуск идет в самой России. Он боится тех же случаев, когда прилетает по объектам, потому что одно дело через границу, там можно как-то остановить, что-то где-то расстрелять эти дроны или посадить их, есть средства для посадки. А внутри страны человек не ожидает или кто-то не ожидает раз, выпустил непосредственно перед каким-то объектом и все. Соответственно защищают поле для того, чтобы не было вот этих случайных запусков. Ну так, переживая, да, чтобы не началось вторжение в Россию с Беларуси? Ну, конечно. И по своей территории, по другой территории, то здесь однозначная зачистка. А мне казалось, что Лукашенко боится, чтобы дрон никакой к нему домой в гости не прилетел. Ну, я об этом и говорю, что зачистка полностью, потому что никаких неожиданностей не должно быть. Вот так. Спасибо большое. Благодарю, Наталья. Это был последний вопрос. Такая новость появилась. Интересно, как отреагируют белорусы. будут сдавать свои дроны, разбирать их на запчасти, перепродавать или все-таки с трепетом хранить, потому что это очень сковывает во всем. Представляете, так начинается с дронов, потом тебе запрещено автомобиль иметь, а потом тебе нужно разрешение, чтобы воздух утром вдохнуть или выдохнуть. Ну, это так, аллегорически. Спасибо вам большое. Благодарю вас за расклад. Спасибо вам за время. Всего доброго. С нами на связи была ведущая канала Годония ТВ Наталья Борисенко. Подписывайтесь на все ее соцсети, мы оставим полезные ссылки под этим видео и оставляем, оставляйте свои комментарии под видео. Также интересно почитать. Можете оставить вопрос, мы всегда его передадим мастеру. На этом пока что все. Вы смотрите канал People Life. Берегите себя. Все обязательно будет хорошо. Украина поможет. До встречи в следующих видео. Пока.